Здравствуйте! В эфире 7 дней. В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. 30-45 секунд нам показали с вечностью. Несколько дней, которые потрясли республику. Как Татарстан справлялся с ударами стихии. Не хотим в промплощадке участвовать, потому что... Муниципальные промышленные площадки. Что с ними не так? Специальный репортаж из Высокогорского района. Не будет такой ситуации, когда вот приехал и вообще ничего нет. Хостелы-капсулы и аренда жилья по цене однокомнатной квартиры. Где предлагают поселиться туристам на время чемпионата мира по футболу? Расскажем. Непогода в очередной раз стала главным ньюсмейкером в России на этой неделе. Татарстан также оказался в эпицентре страшного по своим последствиям урагана. Несколько дней республику терзал шквалистый ветер в перемешку с сильным ливнем и песчаной бурей. И хотя синоптики заранее предупредили нас о разгуле стихии, легче нам от этого, честно говоря, не стало. Наверное, потому что заранее подготовиться к таким потрясениям просто невозможно. Но действительно, как к такому можно быть готовым, когда ветер сметает с пути деревья и многотонные металлоконструкции? Казани сильно не повезло. Последствия урагана были тяжелыми. Штормовой ветер не пощадил театр имени Тинчурина и Академию тенниса. Хоккейный Акбарс из-за непогоды вынужден был перенести народные гуляния и торжества по случаю победы в Кубке Гагарина. При этом надо понимать, что видимые разрушения – это только часть печальных последствий. Смерчи и ураганы – это всегда беда, которая не приходит одна. Разрушительным вихрем стихия прошлась практически по всем районам Татарстана. Из-за непогоды были обесточены отдельные населенные пункты, и тысячи людей остались без света. Но надо отдать должное нашим ремонтникам и электромонтерам. Они свою работу в экстремальных условиях выполнили на отлично. Быстро и качественно ликвидировали повреждения, восстановили электроснабжение потребителей. В целом, Республика Стойко выдержала все испытания, но, к великому сожалению, совсем без пострадавших и жертв обойтись не удалось. Об урагане и его последствиях в нашем репортаже. В такие дни соцсети и случайные свидетели со смартфонами в руках здорово выручают. Уже нет необходимости ждать выпусков новостей и выступлений официальных лиц. Вот они – самые свежие, самые достоверные кадры урагана в Казани. Тот случай, когда комментарии не нужны, но авторов видео эмоции переполняют. Предлагаю чип-каркай. Ураган в Казани был такой силой, что срывало не только крыши домов. Огромные деревья выворачивало с корнем. Ветер уносил павильоны и щиты. А пронизывающий ливень был еще одним совсем неприятным дополнением. По системе 112 поступило более 300 оперативных сообщений о срыве, повреждении кровли, нарушениях энергоснабжения, падении деревьев, падении рекламных стендов. Порывы ветра до 25 метров в секунду, а еще столб пыли и песка. Метеорологи называют такое явление пыльным вихрем. Казанская академия тенниса имени Торпищева не устояла под напором стихии. В здании ветром ждул один из куполов. Не повезло и театру имени Тинчурина. Из-за сорванной в нем крыши спектакли пришлось отменить. А вот Искандеру Ахмедзянову наоборот, можно сказать, повезло. Дерево упало в метре от его новой машины. Буквально час назад все это произошло. То есть я час сидел и я все думал, лишь бы все было хорошо, лишь бы машина была в порядке. Стихии бушевало не только в столице. Это уже кадры из поселка Куюки Пестричинского района, где на глазах у жителей сносят крышу соседнего дома и беседку. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В Зеленодольске повалены деревья, пострадали автомобили. Сильный ветер повредил линии электропередач. В Лаишевском районе под отключение попали 339 домов. Это 1200 человек. В Буинском районе на ликвидацию последствий повреждений сетей выехали все 20 бригад электромонтеров. Аварийно-восстановительные работы удалось провести в сжатые сроки. Мощный ураганный ветер принес много бед и жителям Нижнекамского района. Житель поселка Трудовой Гаптенур Шайдулин и его семья остались буквально без крыши над головой. На видео, которое снимала его дочь, видно, как листы металлической кровли срывало порывами ветра. Кроме этого, стихия унесла с крыши тяжелые конструкции и оборвала линии электропередач. Как ураган начался, я сюда вышел, на улицу, смотрел, крыша поднимается у меня, половину поднялся. В самом Нижнекамске ураган повалил много деревьев. Урон от стихии еще подсчитывают, но уже известно, что пострадали 16 автомобилей. К великому сожалению, без человеческих жертв обойтись не удалось. Трагедия произошла в Муслюмовском районе. Сильный ураган стал причиной смерти Лилии Нуриевой. Все произошло в считанные минуты. Ветер сорвал крышу с магазина, где работала 35-летняя женщина. Лилия уже выходила на крыльцо, в этот момент на нее упал один из металлических листов. Муж приехал, чтобы забрать. Работу закончила она. Она, видишь, там просто до машины не дошла. Два шага. Свои соболезнования выразил Рустам Мениханов. Он поручил выделить семье погибшей 1 миллион рублей. Все обстоятельства трагедии теперь выясняют следователи. Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан начинает следственной проверкой. В ее рамках будет изучаться соответствие кровли требованиям безопасности, а также качество ремонта, который проводился в 2013 году. Мама, нога все здесь осталась, а туловище, все тело там было. И мы вот с этим бруском старались вот эти все доски поднять. Сила урагана была такой, что сметала даже тяжелые многотонные конструкции. Легкие же строения валились, как карточные домики. Вот и семья Елчуевых из Зеленодольского района оказалась в эпицентре стихии. Конструкция дома накрыла их с головой. Первым выбрался Ильнур и поспешил за помощью. Только после приезда скорой выяснилось, что у мальчика сломана нога. Ветер дунул, и на нас дом спалился. И все. На помощь позвал. Потом до магазина забежал, и вызвали скорую, спасателей и все. Владельцы частных домов пострадали в Арском районе. И сейчас одними из первых ликвидируют последствия урагана. Дом Рамзии Закировой лишился шифера. В такой же беде еще пять односельчан из деревни Новый Кырлай. А всего по Татарстану пострадало до полусотни домов. Пыль везде была, ничего не было видно. Даже соседей. Было очень страшно. Тучи черные-черные были. Быстро так минут, наверное, пять. Вот так вот. Кружило, вертело все вокруг. Все поднимало шифер. Штраховая компания оценивается. Мы же не оцениваем, сколько они дадут. По отчетам где-то тысяч пять-шесть, может. Вот их срывало. Вот эти все, эти самые... Заворачивали. Дюбели не удержали. Да, да, не удержали. И, в общем, вот это все срывалось. В некоторых местах даже обрешетка слетела. Стояла гардеробщица, которая... Ну, она просто растерялась. Она вот просто кричала. И, ну, ничего не могла сказать от всего этого виденного. Ну, и две технички зашли в школу, а одна буквально прошла вот здесь. Ну, то есть, Господь Бог нас спас. И вот эти листы, когда уже они стали их срывать, они, понимаете, они вот летели, видите, они все исковерканные. Вот как будто вот бумагу. Мы берем А4, и вот он вот так мнется. Ну, вот я же говорю, вот эти 30-45 секунд нам показали с вечностью. В результате разгула стихии 80 тысяч человек по всему Татарстану остались без электричества. Но бригады электромонтеров действовали слаженно и оперативно. О силе смерча и урагана свидетельствуют даже эти кадры, снятые нашей съемочной группой в поселке Васильево Зеленодольского района. Огромные деревья, поваленные с корнем, одно из них упало вот на эту бетонную опору, которую теперь уже остается только менять. Работали круглые сутки. На ликвидацию аварии были привлечены, значит, коллеги Слоишевского района, Спестрецов и Саднинского района электрических сетей. Этот ураган стал испытанием на прочность для зданий и строений, и не все из них его прошли. Но и для людей, спасателей, ремонтников, электромонтеров. Эти службы сработали без замечаний. Ну а люди еще раз доказали, что они крепче и надежнее любых бетонных конструкций. Физически тяжело, да, люди работали по 20 часов, ну, передавали. Люди по 2-3 часа спали, менялись с бригадами, чтобы все время работа велась. Сложная работа всей команды Зеленодольского района. И спасибо большое районам, которые пришли нам помогать. Удары стихии, как ни печально, это осознавать неизбежная реальность. Мы не можем к ним привыкнуть, тем более предотвратить их. Мы можем смягчить последствия такого рода природных катаклизмов, и то только постфактум. Но есть климат, который мы можем формировать самостоятельно, а поддерживать его в хорошем состоянии – просто наша обязанность. Мы не можем допустить, чтобы его портили коррупционные ураганы и вихри сомнительных проверок. Вы, наверное, догадались, речь о деловом климате. Перед вами последний аналитический отчет, который так называется – «Индекс делового климата в районах республики». Это исследование на основе опроса почти 5000 предпринимателей из 45 районов Татарстана. Сегодня мы не будем подробно анализировать все аспекты этого отчета, возможно, сделаем это в следующий раз. Просто обратим внимание на два рейтинга. Индекс деловой активности и индекс делового климата. В первом рейтинге лидер – Высокогорский район. Во втором рейтинге делового климата он также занимает высокое девятое место. Если посмотреть объективно, такие результаты предсказуемы. Ну, действительно, приграничный с Казанию район. Логистический расположен идеально. Рядом федеральные трассы и железная дорога. Богатые лесные и водные ресурсы, прекрасная природа, развитое сельское хозяйство. Несколько действующих промышленных площадок и успешный малый и средний бизнес. Таким район предстает в отчетах. Умение себя красиво преподать – бесспорно, это тоже талант, которому стоит поучиться. А вот и данные из последнего совета районных депутатов Высокогорского района. В районе работают 1040 предприятий. В 2017 году оборот малого и среднего бизнеса в районе вырос на 13% и составил более 15 миллиардов рублей. Более того, малый бизнес, согласно отчетам, обеспечивает 40% доходов местного бюджета. В районе, как мы уже сказали, действуют три промышленные площадки и Высокая гора, Развитие и Паландия, где теперь дословно из отчета главы 11 резидентов успешно осуществляют свою деятельность. Так ли это на самом деле? Все ли так же радужно с предпринимательством и промплощадками, как это отражено в районных отчетах? Эльзира Юзаева отправилась в Высокогорский район со своей инспекцией. По каким критериям судят об экономической привлекательности районов? Ну, специалисты здесь выделяют 12 факторов, но основные из них – это удачное географическое месторасположение, грамотная логистика и благоприятный инвестиционный климат. Вот, казалось бы, в Высокогорском районе всего этого в избытке, но это именно тот случай, когда и вправду говорят, что не все то золото, что блестит. Вы знаете, таких условий мы нигде раньше не видели. Условия шикарные. Этим архивным кадром не более трех лет. Лето 2015 года на Высокой горе преобладает благоприятный экономический климат. Резиденты под крылом промышленной площадки с аналогичным названием «Высокая гора» чувствуют себя весьма уютно и комфортно. Государство малому и среднему бизнесу обещает повсеместную поддержку и моральную в виде ресурса администрации, все промплощадки под пристальным вниманием и заботой руководства районов и материальную в виде льгот и преференций. Стать президентом промышленной площадки в свое время – это было значит стать частью престижной госпрограммы. Спустя всего лишь три года в промпарке «Высокая гора» даже сам термин вызывает недоумение у местных обитателей этой территории. Ну нет у нас такой промплощадки. Ну это 1А? 1А. Большая красная. Да. Это «Высокая гора». Да. Ни вывески, ни таблички, ни единого намека на территорию экономического развития, коими являются промпарки. Вполне допустимо, что служба безопасности может и не знать о существовании таковых. Но даже само словосочетание «промышленная площадка» для людей, ежесуточно проводящих время на посту, оказалось чуждым для слуха. Не хотим в промплощадке участвовать, потому что… А что-то не понравилось как-то? А там нету никаких условий, льгот, там преференций. Как нет? Ну там же… Программ нет никаких. А программ нет, преференций нет, да? Поэтому отказать. А что-то ежемесячно «давай, давай, давай». Предприниматель Айдар Минибаев – бывший резидент еще одной промышленной площадки под названием «Развитие» в Высокогорском районе. По его словам, в 2015 году он сам был инициатором создания промпарка на своей же собственной территории, где к тому времени уже работали 9 предприятий-арендаторов. Все эти предприятия, по его наставлению, дружно вошли в состав Высокогорского индустриального парка и также дружно в 2016 году из него вышли. Будет вот 50 на 50 оборудование до 5 миллионов рублей, что будет субсидирование арендной платы 50 на 50, тоже до миллиона рублей в год, и субсидирование кредитной ставки, если это предприятие имеет кредиты. А в итоге? В итоге ничего нет. Вы ничего не получили совсем? Вообще ничего. Стоит отметить, что речь не идет о закрытии бизнеса на Высокой горе. Предприятия все так же работают и работают даже успешнее, чем когда-либо. Но к совместному с государством проекту под названием «Промпарк» уже не имеют никакого отношения. Вот документ об окончании лицензии, датирован декабрем 2016 года. То есть прошло полтора года. Все эти полтора года промышленная площадка развития числилась в отчетах как действующая единица. Более того, кто-то до сих пор так и считает. Где мы числимся, я не знаю. А кто отчеты сдает за нас, я не знаю. Один – это я, два – это теленок, три – это корова. Ой, теперь он и тебя сосчитал. Ну я просто не видела ни одной вывески, не видела, что это «Промпарк». Нет, конечно, было бы, нет. Это не так серьезно. Может, просто кто-то так вырыгнулся? «Промпарк». А, просто так назвали. Я думаю, что да. Обнаружить на высокой горе промышленный парк Паландия оказалось еще сложнее. Вот огороженная территория. Работает один-единственный завод. Предположительно, это и есть промышленная площадка. Промышленный парк Паландия и коттеджный поселок с аналогичным названием разделяет вот этот забор. По ту сторону забора находится жилой массив, но здесь висит увесистый замок и пройти отсюда невозможно. Несмотря на то, что здесь стоит заграждение, спор за эту общую территорию не угасает уже долгие годы. Здесь 24 часа работает практически этот завод. И в субботу и воскресенье громыхают, и среди ночи громыхают, режут металл, грузят металл. Это стоит такой шум на всю округу. Как жилой поселок и промышленный парк оказались на одной территории? И кто из них первым освоил эти земли? По словам местных жителей, этот коттеджный поселок был образован еще в 2008 году. Это место должно было стать чуть ли не райским уголком, в лоне природы, в 20 километрах от Казани. Но каждому покупателю пришлось заплатить не только за дорогую землю, но и возместить затраты застройщика на создаваемую здесь якобы инфраструктуру. Ориентировочно было собрано с нас около 96 миллионов, читой Петрочининых. Здесь будет у нас детская площадка, здесь будут у нас магазины, здесь у нас будут центры развлекательные. Здесь будет вообще все супер, и будет развита инженерная инфраструктура. Свои очистные сооружения, свое водоснабжение, своя канализация наружная. В итоге застройщик свои обязательства выполнил лишь отчасти. Благоустройство поселка не завершил, а на готовые коммуникации привел незваного гостя. И даже земля под боком нашлась. Еще в 2009 году для строительства нового современного комплекса очистных сооружений, которые были так необходимы поселку, кабинет министров Республики Татарстан дает разрешение о переводе двух гектаров земли из категории земель-сельхоз назначения в категорию промышленного назначения. Но в 2015 году большую часть территории такого важного экологического объекта собственник земли, управляющая компанией Петис, отдала в аренду под промышленную площадку. Очистным сооружением отвели небольшой закуток 400 квадратных метров. Для полного цикла прудов до очистки места уже не нашлось. По документам же все чисто. В районе есть и промышленный парк, и объект по биологической очистке стоков. Вместо 20 тысяч квадратных метров территории очистных сооружений всего лишь 400 квадратных метров. И все биологические отходы выливаются вот так вот на природу. Писали в ОМВД, что на этой территории находится завод Гертек, крановый завод Гертек. Ответ оттуда был, что на этой территории находится согласно документам склад реагентов и технические сооружения для очистных сооружений. Все. Никто сюда даже, может быть, выезжали, но при нас никто не выезжал, не зафиксировал факт существования самого завода. Жители поселка тоже можно понять. По их словам, промышленная площадка, по сути, была создана за их счет. Пользуется инфраструктурой, оплаченной ими. Работает на их территории, еще доставляет им столько проблем. Где, спрашивается, справедливость? Все понимают значение промышленных парков и площадок для района и экономики Татарстана в целом. Всех заботит судьба резидентов. Ведь, по крайней мере, эта забота – приятный повод для того, чтобы преподнести свой район в лучшем свете. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней. Сегодня в Татарстане по отчетам Министерства экономики действуют 63 промышленные площадки муниципального уровня. Это помимо различных крупных технопарков, особых зон, технополисов и айти-парков. Внушительное число. Очевидно, что в него входят и три высокогорские площадки. Но вот вопрос. Все ли эти муниципальные промпарки мы можем назвать действующими? А если они, мягко говоря, работают неэффективно, может быть, стоит повнимательнее присмотреться к отчетам, которые идут с районов? По количеству резидентов, обороту компаний, отчисляемым налогом в бюджет. Все ли здесь объективно и реально? Не пускает ли нам главы, что называется, пыль в глаза? Мы продолжим наше знакомство с муниципальными промышленными площадками и в следующих выпусках нашей программы. А пока к другим темам. Говорят, деньги инвесторов считать нехорошо. Но интересно. Вот этим мы сейчас и займемся. На этой неделе пришла сногсшибательная новость. Рустам Мениханов в ходе своего визита в Шанхай договорился с руководством нового банка развития БРИКС о выделении городу Чистополь 38 миллионов долларов на комплексное развитие территории. В городе проведут полный комплекс работы, отреставрируют исторические здания, создадут сразу 10 новых музеев, реконструируют пристань. То есть Чистополь к 2025 году может стать второй елабугой в республике. Что, кстати, обсуждается и допускается довольно давно. Останется немало средств и на продвижение города на туристическом рынке. Потому что 38 миллионов долларов – это 2 миллиарда 300 миллионов рублей по нынешнему курсу. Я предвижу сарказм жителей города и не их одних. Дескать, не жалко ли тратить такие деньжища на музеи да ветхие домики. Создали бы лучше мало-мальско сносное производство в районе, в котором Чистополь действительно нуждается очень остро. Но производство и рабочие места с неба не падают. Любой современный город, уж простите за аналогию, просто обязан представлять собой невесту на выданье. Цветок должен привлекать трудолюбивых и полезных во всех отношениях пчел. Теория, скажете вы, ничуть. Примеры, и примеры успешные уже есть и у нас, в Татарстане. В Муслюмовский район привлекли огромные инвестиции именно благодаря комплексному подходу к развитию своей территории. В Ютазинском районе также сделали то, во что никто не верил до последнего. Нашли хозяина для бывшей уже ГРЭС, которая остановилась год назад. Глава отбросил подальше свою скромность и, что называется, пошел по женихам. В двух, теперь уже значительно более счастливых районах побывал Михаил Любимов. Мы с вами начинаем разговор наш здесь про сельское хозяйство. Потому что, ну, наверное, когда вы все это строили, были разговоры о том, что ну какие от этого дивиденды, ну какая от этого польза. Ну вот дожили, да, есть ощутимая польза, причем именно в денежном выражении. С одной стороны, зачем нужно простому сельскому жителю эти парки, с одной стороны, да. Ну, задача, конечно, это не только места отдыха, это некий центр придержения. То есть мы создавали вот эти пространства, которые бы притягивали к себе и местное население, ну и в то же время инвесторов. Село Муслюмово является районным центром Муслюмовского района вот уже полвека. Однако к титулу рай центра оно подобралось лишь года три тому назад, поскольку и для жителей района, и для его многочисленных уже туристов здесь теперь и центр, и рай. Такое неограниченное пространственное мышление на столь ограниченных площадях в сельской и в общем местности в России редчайший случай. Все сделано на совести со вкусом, шедеврален каждый мост на здешней набережной, неведома каждая дорожка. А в самом центре этого рай центра еще и эксклюзивный рай для пешеходов и только для них. И к чему он, весь этот глянец, недоумевали обыватели, мышление которых весьма схоже с мышлением мясника, считающего павлина бесполезным животным, поскольку мяса от него чуть-чуть. Однако вот и павлин начал нестись сходу золотыми яйцами. Я считаю, что вот эти пространства, они начали приносить дивиденды. Мы имеем желание молодежи оставаться здесь. Мы имеем компании, которые пришли к нам. Московский инвестор, кстати, увидев впервые всю эту красоту, не стал утруждать себя даже осмотром местных полей, заявив, что это ему теперь на этих полях предстоит воссоздать нечто столь же прекрасное. Московский инвестор – это компания «Август», широко известная в стране и за ее пределами. Один из лидеров европейского рынка в сфере химической защиты растений. Они строят завод сегодня в Елабуге по производству удобрений, а муслюмовские поля послужат чем-то вроде опытной площадки для обкатки новых, высоких технологий в сельском хозяйстве. Звучит забавно, но технологии, что уже хорошо видно на здешних полях, и правда высокие. Любой сегодняшний самоходный опрыскиватель муслюмовских полей способен вызвать панику у явно неподготовленного к тому населения, поскольку выглядит как пришелинцы. Но не о том ли мы мечтали еще 60 лет тому назад? Наши предки с богатым творческим воображением, конечно, представляли себе нечто, ну уж совсем футуристическое в плане сельскохозяйственной техники будущего, но фактически ведь и то, что мы имеем сейчас, очень даже на это похоже. Вот это суперсовременный опрыскиватель для полей, который прибыл к нам из Бразилии, вот такой вот мастодонт. Этот зверек встречается на наших полях очень редко, всего лишь в количестве трех штук, и все они здесь, в муслюмовском районе Республики Татарстан. Может выполнять различные команды, он может сидеть, может лежать. Кроме того, он может пошевелить, например, своими ушами, причем, заметьте, сразу всеми четырьмя. Ну и, может, если захочет, подать нам даже с вами лапу. И она нам, кстати, понадобится, потому что самое интересное в этом агрегате находится там, наверху. Вот так выглядит сегодня место пилота сельскохозяйственной машины, именно пилота. Здесь есть все, есть кондиционер, совершенно замечательный кондиционер. Есть отличное кресло, оно регулируемое, очень мягкое. Есть даже голос у этого зверя, есть сигнал. Но самое интересное вот здесь, это все технические характеристики машины, а вот это, это система GPS. Она показывает вам ту полосу, по которой вы уже прошли, и показывает полосы, которые вы еще не проходили. Если вы случайно заедете на полосу, где вы уже были, она подскажет вам, она не будет опрыскивать это место. Это все делается, естественно, при помощи спутников. Вот здесь начинаешь понимать, до чего нынче техника дошла. В районе инвестору, да еще такому, рады несказанно, поскольку, что называется, пришел спаситель. Эти поля могли бы нынче не засеять вообще, некому было. Прошли те времена, когда любая молитва о богатом урожае заканчивалась словом вамин. А нынешний инвестор уже оплатил первым делом всю задолженность инвестора прежнего, обанкротившегося и по зарплате, и по налогам. И уже вложил в район астрономическую сумму инвестиций – 1 миллиард 200 миллионов рублей. То есть они уже видят, что такое сельское хозяйство, что такое технология. То есть это вот, если это один фактор, другой – это совсем другой уровень оплаты труда. Это налоговая база, которую мы, надеемся, получим в виде НДФЛ. Перед человеком стоит единственный вопрос, который имеет для него важнейшее практическое значение в жизни – это вопрос «что дальше?». Я думаю, что в последующем это даст совсем другой уровень жизни на территории. Вот этот самый вопрос «а что дальше?» задавали себе и здесь, в Ютазинском районе, в поселке Уруссу. Причем это был практически вопрос жизни и смерти. Урусинская гресса остановилась ровно год тому назад. Люди могли оказаться на улице, кроме того, они могли замерзнуть в конце концов. Но, слава богу, все это было решено и стал другой вопрос перед местными властями. А что теперь? Ведь никто практически не верил, что вот здесь, на этих огромных мощностях, у Русинской гресса, можно основать какое-то новое производство. Тем удивительной прозвучала новость, которая пришла совсем недавно. Новое производство здесь будет. Удивительно, но работники башкирской компании Басет, производящей разного рода оборудование для тепловых и атомных станций, еще пару месяцев тому назад ничего практически и не слышали. Ни о соседнем, а он в 10 километрах, поселке Урусу, ни о кончине гресс. И вдруг совпало все. За прошедший год станцию не растащили по кусочкам на металлолом, сохранили абсолютно все. Ибо знали, что вот этот бывший турбинный цех непременно пригодится кому-то. А башкирские производители одновременно думали, как расширить производство. Вот оно, кстати, в поселке Октябрьский. Вы видите, современное, самое лучшее оборудование в мире, которое существует, высокопроизводительное. Поэтому планируется, что здесь будут делать подсборки. А финишную сборку, используя тяжелые грузоподъемные механизмы, мы будем делать там. 150 миллионов компания тратит в год только на оборудование. Каждый станок с ЦПУ – это миллионы евро. Но пространств как раз не хватало. Для производства агрегатов покрупнее. Агресс – это грузоподъемная балка в 100 тонн, шириной в 25 метров и длиною в 230. Так что уже в этом году здесь будет все готово для начала производства. Компания «Бассет» уже вложила сюда 90 миллионов. Еще 150 пойдет на оснащение станции. То есть теперь уже промышленные площадки. Мы очень рады. И у меня и в прошлом году была уверенность, что такая великолепная промплощадка, она не останется без внимания. При поддержке правительства республики мы подтягиваем сюда отдельную дорогу, которая будет комфортно вывозить отсюда именно крупногабаритные теплообменники. Кто ищет, тот всегда найдет. В этих двух районах инвесторов нашли сами. Нашли, потому что искали. А любой инвестор – это круги на воде. В Муслюмова сегодня нет мест в гостиницах и кафе. Специалисты съезжаются отовсюду, звучит уже иностранная речь. Даже магазины ощущают свои дивиденды. В Урусу собираются трудоустроить до ста человек в ближайшее время. Воздвигнуть на месте бывшей ГРЭС целый бизнес инкубатор в придачу, поскольку одно большое производство неминуемо порождает россыпь нескольких мелких. А это снова и магазины, и кафе, и отели, и много чего еще. Круги на воде. Следы для истории. Следы первопроходцев. Ведь тот, кто идет по чужой колее, не оставляет следов. Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней. Мы пронужим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Не будет такой ситуации, когда вот приехал и вообще ничего нет. Хостелы, капсулы и аренда жилья по цене однокомнатной квартиры. Где предлагают поселиться туристам на время чемпионата мира по футболу? Расскажем. В понедельник президент Татарстана с рабочим визитом посетил Шанхай. Рустам Миниханов провел ряд встреч с президентом Нового Банка Развития, руководством китайской компании по переработке сельхозпродукции и мэром города Шанхай. Во второй половине дня Рустам Миниханов принял участие в церемонии открытия третьего ежегодного заседания Нового Банка Развития. Во вторник Казань посетил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. Глава МВД России и президент Татарстана Рустам Миниханов осмотрели помещение пункта временной дислокации сводного отряда полиции. На стадионе Казань-Арена, где пройдут шесть матчей международного турнира FIFA 2018, Владимир Колокольцев и Рустам Миниханов ознакомились с работой операционного центра. В среду в пушечном дворе Казанского Кремля состоялось чествование хоккейного клуба «Акбарс» обладателя Кубка Гагалина 2018. Рустам Миниханов вручил чемпионам континентальной хоккейной лиги государственные награды. Орденом за заслуги перед республикой Татарстан был награжден главный тренер команды Зинатула Белевединов. В пятницу Рустам Миниханов принял участие в заседании наблюдательного совета Академии хоккея «Акбарс». Перед началом заседания президент встретился с юными воспитанниками Академии. Проводившими тренировку под руководством пятикратного обладателя Кубка Гагарина нападающего клуба «Акбарс» Таниса Зарипова. В субботу премьер-министр Алексей Песошин принял участие в фестивале колокольного звона «Алексеевские перезвоны». В фестивале приняли участие звонарей России, Белоруссии, Украины. Авторы-исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы. Мы продолжаем программу «Семь дней». А между прочим, до старта чемпионата мира по футболу осталось уже менее двух недель. Казань в предвкушении большого спортивного праздника. На неделе готовность столицы Татарстана лично проверил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. В среду в Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма презентовали форуму, в которую будут одеты волонтеры. По прогнозам, на это грандиозное событие в Казань приедут более 200 тысяч болельщиков и туристов. Наш корреспондент Сергей Темляков на этой неделе изучил рынок жилья. Искал ответ на самый насущный вопрос – где лучше остановиться? Варианты, что называется, на любой вкус и кошелек. Кто-то готов приютить бесплатно, а кто-то сдаёт жильё по стоимости покупки однокомнатной квартиры за 950 тысяч рублей. Давайте посмотрим репортаж. Сказать по-нашему, мы выпили немного, не вру ей Бога, скажи, Серёга. Сама постановка вопроса о бесплатном ночлеге во время чемпионата мира по футболу на первый взгляд может показаться абсурдной. Но на самом деле это вполне реально. Мы нашли такое место на улице Голубятникова. Ну, работать будем в обычном режиме, круглосуточно. То есть места хватит для всех, у нас 40-колько мест. В Казанском в Отрезвителе не на камеру делают прогноз. В дни проведения чемпионата в Центре Возрождения ожидают аншлаг. Сейчас персонал подучивает иностранный язык. Мы же решили изучить рейтинг самых пьющих стран мира. Спрогнозировать, какие гости, возможно, посетят уникальное заведение. Перед расположением доставленного пациента, мы застилаем одноразовую простынь. Для российских иностранных болельщиков будут созданы одинаковые комфортные условия, отмечает директор Вотрезвителя. Каждому гостю на память о посещении будут выдавать вот такую памятку. Огуречный рассол утром подавать не обещают. Но будут другие интересные предложения. Помыться можно будет, вызвать такси. Приятно все-таки, что нас туда уважают. Гляди, Серег, подвозят. Леги сажают. Разбудить утро вне петух про кукуреков. Сержант подымит, как человеком. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. На первом месте по демократичным ценам хостелы. Они, кстати, самые популярные среди болельщиков. Самый необычный, на наш взгляд, находится в нескольких километрах от Казани-Арены. Капсульная вообще система, она очень популярна в Японии. Она к нам пришла оттуда. Одноместная капсула, она оборудована индивидуальным освещением, розетками. И, естественно, системой притяжной-вытяжной вентиляции. Она отвечает за то, чтобы в капсуле всегда был свежий воздух. Переночевать в такой капсуле можно всего за 600 рублей, говорит Лейсан Тутаева. На капсулы был большой спрос. Их бронировали заранее. В хостеле остались двухместные свободные номера. И то это небольшие окошечки в промежутках между датами игр. В дни проведения матчей свободных мест нет. Едут со всего мира. Едут из Китая, едут из Ирана, едут из Америки, Соединенных Штатов, Чили, Перу, Эквадор, Бразилия. Загрузка составляет где-то уже 100%, где-то минимум 90%. Такова ситуация с загрузкой хостела в целом показаний. Комитет по туризму на этой неделе завершил проверку средств размещения. Кстати, всего и в городе порядка 400. Артур Абдрашитов советует болельщикам бронировать жилье именно в хостелах и гостиницах. Тогда гость может быть на 100% уверен и в стандарте качества, и в сервисе. Замечаний на самом деле немного. Мы готовились намного больше. Работа была проведена. Собственники и отелей, и хостелов, несомненно, все понимают уровень ответственности. Мы обращаем в первую очередь внимание на знание английского языка, на входную группу отеля, на чистоту и порядок. Это наш самый уникальный номер. Называется апартаменты. Кто-то называет его президентский люкс. Здесь у нас 4 комнаты, 2 спальни, кабинет и гостиная, полностью оборудованная кухней. В гостиницах столицы еще можно найти свободные номера. Но по прогнозам и их уже скоро могут забронировать. Цена за номер, в зависимости от того, сколько у гостиниц и звезд, варьируется от 3 до 80 тысяч рублей. Если мы говорим про пиковые даты, здесь уже как на базаре. То есть забирают все. То есть нет каких-то моментов. Ну так обычно, конечно, по статистике сначала ходят самые дешевые номера. Гульнара Сафина отмечает. На первую игру, которая пройдет в Казани 16 июня, где встретятся сборные Франции и Австралии, можно приезжать не задумываясь. Номерной фонд есть. Загрузка в отелях на эту дату пока 60%. Есть места и на 1-8 финала. Пока забронировано 50% всех номеров в отелях города. Самые востребованные матчи это Иран-Испания. Там уже практически 100% загрузка. Матч будет проходить 20 июня. Опять же, очень хорошая загрузка это на матч Польши и Колумбии. Там тоже 98% загрузки уже сейчас в среднем по городу. И тоже очень хороший спрос на матч 1-4 финала. То есть пока неизвестно, кто у нас будет играть в этот период. Но, тем не менее, загрузка уже практически под 100%. Ждут в гости болельщиков и хозяева арендного жилья. Вот такой пост появился в одной из групп социальной сети. Город просто сошел с ума. Всех квартирантов выгоняют хозяева, чтобы заработать на чемпионате. Ужас! Семьи с детьми выселяют. Кто-то под постом возмущается. Люди готовы на все ради бумажек. А кто-то делится радостью. Я сдал квартиру на 12 дней и получу 265 тысяч рублей. Мы изучили все предложения на рынке. Обзвонили несколько десятков владельцев квартир. Все отказались дать интервью на камеру. Всех больше за жилье просит Елизавета. Она сдает двухкомнатную квартиру на Меридианной за 950 тысяч рублей за месяц. А у вас что там есть? Ну, вода. И что там? Телевизор, холодильник. Там с детьми жили. Ну, там стены где-то уже разрисованы. Но я думаю, это не столь актуально. Ну да. А соседи не шумные? Или там все вот такие же, все сдают? Нет. Соседи не шумные. И желательно не шумную компанию нам. Юлия сдает квартиру на Мусино за 45 тысяч в сутки. Объявление привлекает сервисом. В квартире есть мини-бар. А к услугам гостей классный парикмахер-стилист. Я, получается, со своей спутницей? У меня такой вопрос. У вас тут указан, что салон красоты рядом. Вот мы как раз. Там мастера нормальные, не знаете? Если там прическа сделать. Да, нормальные. Я сама хожу. У вас написано и бар в ходе. Да, это входит в стоимость или это отдельная плата? Нет. Там что-то будет входить, минимальный набор стоимости. Что-то будет оплатить. Ну, за отдельную плату. Например, там алкоголь. Много предложений и от владельцев коттеджей. Рустем, к примеру, за 40 тысяч предлагает снять дом на сутки в поселке Константиновка. Вот у вас написано, питание при желании можем организовать. Это вы сами готовить будете или привозить будете? Можем приготовиться, да. Спрос практически сошел на нет уже. Потому что все, кто хотел, они уже, в принципе, сбронировали и сняли жилье. И мы наблюдаем такую тенденцию, что цены начали падать. Однокомнатную, двухкомнатную квартиру можно снять за 3-5 тысяч. Подзаработать на футбольном мундиале, отмечает Андрей Савельев, решили в основном собственники жилья в Новосавиновском и Вахитовском районах Казани. А вот цены на съем жилья Вазина практически не менялись. Ну, в любом случае, предложений их хватит. То есть, не будет такой ситуации, когда вот приехал и вообще ничего нет. Тем более, те лица, которые выставляли вот эти вот мифические 950 тысяч, были продолжения 400 тысяч в сутки. Естественно, они останутся ни с чем, и они будут вынуждены сдавать уже по реальным ценам. Как показало наше исследование, найти жилье по вкусу во время чемпионата мира в Казани не составит труда. Нам лишь остается добавить. Welcome to Kazan. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Ну, еще одно знаковое событие и памятная дата, мимо которой мы никак не могли пройти в этой программе. 1 июня – Международный день защиты детей. Этот праздник, и этот день отмечают уже несколько десятков лет подряд в более чем 60 странах мира. И сегодня это, наверное, самый добрый, самый светлый праздник. Как известно, Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов десятилетиям детства. И надо понимать, документ не просто красивый проект, а набор вполне конкретных мер и программ, направленных на поддержку материнства и детства. К слову, и в Татарстане есть собственные программы социальной поддержки молодых и многодетных семей, мамочек на селе. Подробнее в нашем сюжете. Он туда приехал, и я его увидела, как-то все потом началось. Глазами в глазами, и дальше больше поехало у нас. Я сделал предложение, и вот мы в том году создали семью. Я узнала, что я беременна. Хочется все лучше для нее, тем более это дочка. Мне, как маме, хочется и игрушки, и всякие полосики, чтобы она везде лазила и познавала мир. Красивые истории любви, прекрасные светлые чувства. И остается только порадоваться за молодые пары Алсу и Ильдара, Маргариту и Ильнура. Порадоваться и поздравить с первенцами, умницей дочкой Есенией и сыном Данияром. Их любовные лодки не разобьются об быт. Хочется в это верить. Но ведь опасность всегда есть. Хочется ребенку все лучше, естественно. А сейчас такие цены. Все равно как бы начинать с семьи молодым тяжеловато. Все боятся этого. Что вот денег не хватит, проблемы. Чтобы первые материальные трудности не стали для молодых непреодолимым барьером, государство готово компенсировать часть расходов. Ежемесячные выплаты, так называемые путинские пособия, выдают женщинам, родившим или усыновившим ребенка после 1 января 2018 года. Обязательные условия наличия у матери и ребенка гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В республике Татарстан этот показатель сейчас составляет 13 173 рубля. К примеру, семья из трех человек получит право на выплату, если ее совокупный доход не превышает 41 139 рублей в месяц. Для оформления выплаты матери нужно предоставить органы социальной защиты несложный пакет документов, свидетельства о рождении ребенка, документы, содержащие сведения о доходах членов семьи, реквизиты счета открытого в банке и паспорт. Мы очень обрадовались, что ввели такие выплаты. Даже вот рассказал многим друзьям, которых в том году родились дети, они тоже очень обрадовались, что вот, Ильдар, тебе повезло, что вот такая программа путинская. Сегодня уже на первенце получают выплату 1200 семей на первого ребенка. И с 1 января у нас реализуются также дополнительные меры по поддержке женщин, которые проживают на селе. Если мамочка родила до 25 лет на селе первого ребенка, проживая не менее трех лет в республике Татарстан в сельской местности, то единовременная выплата в соответствии с поручением президента республики Растану Рогалевичу Менихану 50 тысяч рублей. Если до 29 лет родила третьего ребенка, то единовременно 100 тысяч рублей. И мы как мамы, ну прежде всего я как мама, понимаю, что вот 50 и 100 тысяч на первоначальном этапе, это по крайней мере можно купить и кроватку, и коляску, и какие-то, если допустим, искусственник ребенок, и памперсы. То есть вот первый этап жизни ребенка, и конечно же, облегчена и задача для молодой семьи. Прогнозируется, что таких молодых мамочек, проживающих на селе, получателей выплат по республиканской программе, в Татарстане будет более 2,5 тысяч. Вот и Маргарите, и Ильнуру Талиповым из Лаишевского района в этом плане повезло. Молодая мама, признается, даже не ожидала такого подарка судьбы. Тем более, что никаких документов оформлять не пришлось. Для назначения единовременной выплаты нужно всего-то. Свидетельство о рождении ребенка, наличие гражданства Российской Федерации, и нужно постоянно проживать в сельской местности на территории Татарстана не менее трех лет. Спасибо государству, спасибо старшим деятелям, что придумали такую программу. Благодарность. Хорошо, что у них сейчас такие вот разные программы, которые помогают в финансовом плане, полностью очень хорошие. Раньше таких программ не было. Я очень рада за Риту и Ильнуру, что у них появилась дочка. Таких программ социальной поддержки молодых семей в Татарстане множество. Специалисты профильного министерства сейчас специально встречают молодых родителей в родильных домах, чтобы подробнее о них рассказать. Причем можно одновременно участвовать в нескольких таких программах. Это не только различные выплаты и пособия, но и, например, льготные ипотечные программы или компенсация при оплате родителями за дошкольное образование. Поддержка молодых семей строится на широкой социальной базе, широкой социальной основе. Поэтому я призываю, конечно же, женщин, прежде всего, молодых мам, тех, кто учится в высших учебных заведениях, кто получает образование, карьеру можно построить, а вот ребенка можно будет уже поздно рожать, потому что здесь и здоровье, и возможности, и иногда желание уже пропадает. Поэтому, конечно же, больше браков, больше счастливых, крепких семей и, конечно же, здоровых малышей. Тимур Бекмурзин, Сергей Темляков, Хамид Шамсеев и Роман Безменов. Семь дней. Ну и завершить нашу программу мы бы хотели сюжетом о промпарке, который реально работает и довольно успешно. Пять лет назад открылся первый в республике агропромпарк. Площадка, где сельскохозяйственную продукцию реализуют фермеры и сельхозпроизводители. Этот объект является по-настоящему уникальным. Под одной крышей реализуется вся технологическая цепочка. От поля до прилавка. Наверное, каждый хотя бы раз покупал продукты в агропромпарке. Но мало кто знает, что торговый зал – это всего лишь одна пятая часть всего комплекса. Основную площадь занимают производственная и складская зоны. В прошлом году здесь появились и открытые производства. Такое нововведение позволяет покупателям наблюдать за процессом производства продукции и дает дополнительную гарантию качества. Подробнее Зарина Ахметова. Какой сыр мы покупаем в магазине? Насколько он качественный и натуральный? Эти вопросы наверняка задавал себе каждый из нас. Дениса Копылова эти сомнения натолкнули на идею. Идею открыть свое дело. Сначала делал сыр в домашних условиях для своих. И постепенно увлечение превратилось в небольшое производство. Сегодня сыроварня обосновалась на территории Казанского агропромпарка. Ее фишка в том, что покупатель сам может проследить всю технологическую цепочку изготовления сыров. А значит и оценить их качество. Это самый короткий путь, на мой взгляд, между сырьем и покупателем. То есть мы сюда, завозя молоко, проходим полностью необходимый контроль этого сырья. Тут же его перерабатываем. И некоторые виды сыров уже на следующий день наши покупатели могут купить. Например, сегодня утром делали адыгейский сыр, покупатели уже его сегодня покупают. И это не единственное производство за стеклом в агропромпарке. Идею, что продукция, поступающая на стол потребителя, готовится прямо на глазах, поддержали еще трое предпринимателей. Но это лишь малая часть занятых производственных помещений. Всего на этой площадке действует 18 различных закрытых перерабатывающих производств. Мы занимаемся переработкой уток, полной переработкой, начиная от яйца и до глубокой переработки. То есть это колбасы, сосиски, всевозможные полуфабрикаты. Средний объем нашей выработки именно этого цеха, где-то 60 тонн, до 60 тонн в месяц. Мы в месяц выпускаем где-то 280 тонн различной продукции. По-моему, где-то 800 номинований различной продукции. И все это делается руками. Это мелкоштучные изделия. У нас огромные складские территории, зоны холодильной камеры, низкотемпературные, среднетемпературные. Мы единовременно принимаем почти 2500 тонн различных продуктов на хранение, я имею в виду. Сельхозпродукция, поступающая в агропромпарк, проходит все этапы. От хранения до реализации. Хорошим подспорьем предпринимателям стала линия по овощепереработке. В месяц через этот цех проходит порядка 300 тонн урожая. Выращенные овощи моют, калибруют и фасуют. А затем часть из них отправляют в крупные торговые сети для продажи, другую – на нужды местных предпринимателей. Производим ежесуточно 60 видов салатов и всех овощей, производимых в Татарстане. Наша цель – кормить людей здоровыми салатами. Шанса попасть на прилавки у некачественной продукции нет. Перед тем, как отправиться на продажу мясо, молоко, овощи и фрукты, проходят проверку в специализированных лабораториях. Они тоже находятся на территории агропромпарка. Ежедневно у нас проходит большое количество экспертиз. На сегодняшний день уже проведено 550 экспертиз. Если взять, допустим, месячные, то от 13 до 15 тысяч экспертиз около 700 тонн продукции проходит. Для Казанского агропромпарка эта пятилетка стала периодом становления. Он не сразу стал успешным и коммерчески привлекательным предприятием. Олег Власов рассказывает, что начинать пришлось с полупустых прилавков и критических оценок отдельных экспертов. Они заявляли, что концепция агропромпарка как площадки для фермеров и предпринимателей провалилась. Но здесь решили не отступать перед трудностями и разработали специальную маркетинговую стратегию выхода из кризиса. Производителям были предоставлены скидки на услуги комплекса до 50%, арендные каникулы при организации собственного производства, торговые места с наибольшим покупательским трафиком и места для однодневной торговли. Мало того, мы даже внутри агропарка делаем все возможным, чтобы выделить этого сельхозпроизводителя. Мы специальными знаками выделяем его торговое место. Мы говорим покупателю, что именно здесь продукция выращена руками сельхозпроизводителем. И вот так все это приносит определенный результат. А еще есть ярмарочная площадь для сезонной торговли и бесплатные места для пенсионеров, реализующих собственную продукцию. Сегодня предпринимательскую деятельность в агропромышленном парке Казань осуществляет 281 резидент. Создано свыше 1200 рабочих мест. На данный момент все функциональные зоны агропромпарка полностью заполнены. В планах поиск решений для оптимизации пространства, чтобы дать дорогу и новым резидентам. Когда приходишь в агропромпарк, то сразу разбегаются глаза. Здесь представлена продукция из 30 районов. По прилавкам практически можно изучать географию республики. За качество продукции фермеры и производители отвечают сами, так как сами стоят за прилавком. Вот, к примеру, Владимир. Владимир, скажите, пожалуйста, о вашей продукции. Здравствуйте. Ну, сам я из Зеленовольского района, по ГТ Васильево. Выращиваем свинину. Ну, есть куры, но здесь я их не продаю, а в основном реализую только свинину. Для мелких хозяйств, в принципе, очень удобная площадка для реализации собственной продукции. Во-первых, здесь чистота идеальная. Порядок, чистота. Каждый день свежая продукция. Все проверяется, вся продукция здесь проверяется. Лаборатория очень хорошая. И условия есть для торговли. Покупатель вспомнил, что у него закончился мед, увидел, что мед нет. И он приходит на это же место опять ко мне. Я никуда не деваюсь, и он знает, что он в любой день меня тут находит и покупает. То есть вот с открытием агропарка решилась такая проблема, как реализация товара. Она всегда была головной болью. В скором времени аналоги Казанского агропромпарка планируется построить и в других районах республики. И опыт агропромпарка им очень пригодится. В первую очередь, это опыт во взаимодействии с сельхозпроизводителями и покупателями. Эта обратная связь и помогла создать действительно успешный и любимый многими комплекс Казанский агропромпарк. Зарина Ахметова, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Это все на сегодня. С вами была программа «Семь дней» и я, Тимур Бекмурзин. Всем всего наилучшего. До свидания. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшую неделю в студии Лейлы Латыпова. На северо-востоке республики в начале недели температура повысится до 23 градусов днем. Начиная с четверга температуры начнут понижаться. Местами плюс 14. Пройдут дожди, будет облачно. На юго-востоке такая же ситуация. С понедельника по среду будет тепло. Плюс 24. К концу недели понижение температуры плюс 16. Временами дожди. Облачная погода с прояснениями в центральных районах республики. Временами также пройдут дожди. Если первая половина недели будет теплой, то ко второй ожидается понижение температуры до 14 градусов. На юго-западе республики также. С понедельника по среду до плюс 24. В четверг температура понизится до 16 градусов. Выходные возможны дожди. Для жителей северо-запада республики и столицы Татарстана начало будущей недели обещает быть теплым. А к выходным всего 13 градусов выше нуля. Местами пройдут дожди. Не торопимся убирать теплые вещи в шкаф, одеваемся теплее и гуляем чаще на свежем воздухе. О погоде все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова